В эфире субботний выпуск новостей Сабшала. И с вами сегодня я, Эсма Гуланзе. Здравствуйте. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. В сегодняшнем выпуске. Руины былого великолепия. Судьба княжеского дома Цанба. Лучшие в танцах. Детские хореографические ансамбли Абхазии заняли первые места на фестивале в Санкт-Петербурге. В рамках рабочей поездки глава Минтуризма Теймурас Хишба принял участие в российском туристическом форуме, который проходит в эти дни в Москве. Индустрию кемпинга и международного автотуризма будут развивать в Абхазии в ближайшее время, сообщил министр в ходе своего выступления. Глава Минтуризма напомнил, что у Абхазии имеется колоссальный транзитный потенциал, так как исторически она являлась частью Большого шелкового пути. В свою очередь, заместитель главы Ростуризма Елена Лысенкова выразила уверенность в том, что в течение нескольких лет Абхазия сможет выстроить в республике густую сеть кемпингов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детская хореографическая студия Яйрума при ансамбле Щеротен и Гудаутский ансамбль Адад с успехом выступили в Санкт-Петербурге. В северной столице проходил фестиваль «Паруса надежды». Коллективы заняли первые места, каждый в своей возрастной категории. Своими впечатлениями юные танцоры поделились с нашим корреспондентом Анна Сласурия. Юные артисты детской хореографической студии Яйрума при ансамбле Шеротен не раз выезжали на международные фестивали. В этот раз они принимали участие в международном фестивале «Паруса надежды» в Санкт-Петербурге. Танец. Именно в нем лучше всего раскрывается душа народа. Вот уже 25 лет при танцевальном ансамбле Шеротен имени Эдуарда Бебия существует детская хореографическая студия Яйрума под руководством Анджелы Дбар. За эти годы артисты Яйрума не один раз принимали участие в международных конкурсах, где занимали призовые места. С 28 июля по 1 августа в Санкт-Петербурге проходил международный фестиваль «Паруса надежды», организованный творческим объединением «Без границ». Это конкурс, в котором оценивается детское и юношеское творчество. К участию в проекте приглашаются коллективы и индивидуальные исполнители, представляющие традиционную национальную культуру народов и народностей, проживающих на территории бывшего СССР. На этот раз приглашение получили и два танцевальных коллектива Абхазии – Яйрума и Адац. Зритель нас очень хорошо принимает всегда. Наша культура, абхазская культура, поражает всех буквально. Вот сейчас было около 20 коллективов с разных регионов России, также с Казахстана, и два коллектива с Абхазии было. Аплодисменты не смолкали. Наши детки взяли первое место. И также Адац взял первое место, но в своей категории. Наши как младшая группа Яйрума взяли, они взяли как старшая группа, смешанная в своей категории первое место. Я вас поздравляю с тем, друзья мои, что вы сейчас получили награду, были награждены и сплясали дивно на том самом месте, где Петр I 16 мая 1703 года заложил крепость Святого Петра, город Санкт-Петербург, город Святого Петра, где вы сейчас и находитесь. Ряды детского ансамбля Яйрума пополняют по-настоящему талантливые и любознательные дети, которые, несмотря на свой юный возраст, отличаются профессионализмом. Они не стесняются сцены и с гордостью представляют свою страну на международных конкурсах, занимая призовые места. Я уже с трех лет танцую. Первая моя поездка была в Питер, вторая была поездка в Москву. Мне очень понравилось. Еще мы потом поехали в Питер, в участок, мы постарались и взяли первое место. Танцевальные номера хореографической студии Яйрума впечатляют своей яркостью, роскошными костюмами, а также сочетанием истории и традиций абхазского народа с искусством. От каждой страны на конкурсе было представлено сразу по несколько номеров. Было сложно, да. Все было очень интересно, коллективы были тоже достаточно сильные. Мы станцевали два номера. Один назывался «Дети Абхазии», а другой «Праздничный». Мы взяли первую степень, первое место. Залогом успеха Яйрума также являются теплые и трепетные отношения между детьми и их творческим руководителем Анжелой Дбар. Юные артисты и их родители с большим уважением и особой любовью описывают своего хореографа, высоко оценивая ее вклад и труды. По словам родителей, Анжела Дбар стала не только любимым преподавателем, но и второй мамой, а ансамбль второй семьей. Наш коллектив – очень большая дружная семья. Наши дети всегда рвутся идти на репетицию, достигать новых высот, учиться чему-то новому. Очень обожают своего руководителя, который просто для них, как родная мать, стремится всегда сделать детям, чтобы им было лучше, чтобы им было комфортнее, чтобы им было интересно. Никакого разделения нет, вот там ребенок тот лучше, этот хуже. Все дети для нее равны, и мы чувствуем, родители, что наши дети в хороших руках. Мы благодарим нашего педагога Анжелу Шотовну за ее труды, за то, что она нас научила танцевать, и за то, что мы выезжаем на международные фестивали в России. Как отмечает руководитель ансамбля, дети, прославляющие страну и ее национальную культуру, должны выезжать на подобного рода мероприятия как можно чаще. Но не всегда есть такая финансовая возможность. Мне очень хочется, чтобы наши дети побольше выезжали. Приглашений очень много, но, к сожалению, нет возможности финансово выезжать. И вот в данный момент мы еще одно приглашение получили. Ну, не знаю, даст Бог, если мы осуществим его, еще раз выйдем. Но дело времени. Очень хочется сказать, чтобы немного обратили внимание на нас, на наших детишек, потому что это правда, это наше будущее, это наша жизнь. Дети — это то, что нам дано Богом. И им продолжать наше дело и наши движения, которые действительно мы хотим прославить. Мы уверены, что коллектив детской студии «Яйрума» еще не один раз достигнет творческих успехов и поднимет национальный флаг на международной сцене. Анна Сласурия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. История поселка Цандрыпш Гагарского района уходит в далекую старину, о чем свидетельствуют сохранившиеся здесь достопримечательности. В поселке находится полуразрушенный дом княжеского рода Цанба, проживавшего на этой территории. Какая судьба постигла здание 17 века и кому оно принадлежит сегодня, расскажем в следующем репортаже. Храм в поселке Цандрыпш Гагарского района – один из древнейших не только в Абхазии, но и на всем Кавказе. Эти руины удивительным образом сохранились до наших дней, а видим почти полторы тысячи лет. Храм представляет собой трехнефную базилику. Он выложен из грубоотесанного камня, но при этом восхищает красотой пропорции. Люди и сегодня приходят сюда, молятся, ставят свечи, некоторые оставляют записки. Историю этого места нам рассказал Георгий Жвани, известный в Абхазии врач-педиатр. Его мать носила древнюю княжескую фамилию Цанба. По утверждению Георгия Михайловича, именно цанбовцы воздвигли храм. Построили его цанбовцы. По национальности в Бухе были. Первый основатель этого здания, храма, был Инал. И вот его поколение, все идет оттуда. И здесь они похоронены, самые старые поколения, но здесь нигде никакой надписи нет. Но в данный момент вы видите, в каком состоянии этот храм находится. Люди приходят, даже не знают, что за храм. Молятся и уходят. Какую-то историю сделать этого храма. Если мы сами себе, мы сами не можем сохранить свою династию, тогда никто другой нации не будет сохранять. Цанба – древняя княжеская династия. Вот что пишет о ней в своих трудах ученый Шалвой Налыпа. Между реками Мехадыр и Жуадзых обитало общество Цандрыбш под предводительством князей Цанба. Их род насчитывал около 60 дворов и был сильнейшим в Садской Абхазии. Сегодня фамилия в республике малочисленна. Ее носительницы в основном – женщины. Одной из ярких представительниц рода была тетя Георгия Жвания Феррида Ацамба. Известный ученый-востоковед, ушедший из жизни в 2016 году. В данный момент цанбовцы здесь живут одна. Это дядина дочка, который дядю в 1937 году расстреляли. Вот его дочка. Больше цанбовцев здесь нет. Но их поколение, женщины, оставшиеся, вот мы остались. А остальных забрали всех в эмиграцию, в мханжирство в Турцию. Чуть дальше храма в поселке расположено большое старинное здание с красивой архитектурой. По словам Георгия Михайловича, дом, принадлежавший роду цанбовцев, датируется 17 веком. В этих ныне разрушенных стенах родился его дед. После изгнания их в Турцию, это дом, здесь был то детский сад, то детская яслия, школа. И перед войной Абхазской открыли здесь больницу. Под бомбежку крыша все снесло, все абсолютно. Он находится на государственном охране. Но, к великому сожалению, он приватизировали, сделали приватизацию. В каком году приватизировали объект? Это уже лет, уже 12-13. Чиновники приватизировали, частник кто-то взял. А мы хотели, здесь цанбовцев никого нету, единственная только женщина оставшаяся, открыть музей, цанбовский музей, чтобы люди знали бы, что за эта архитектура, кто раньше здесь царствовал. Чтобы уточнить нынешний статус здания, мы обратились в администрацию поселка Цандрыпш. По словам заместителя главы Нали Цукба, объект числится у них на балансе. Она числится как здание бывшей амбулатории поселка Цандрыпш. Да, датировано 2005 годом. Она у нас на балансе. Ну а как тогда получилось, что есть какой-то хозяин? Я не знаю, но тогда мы будем разбираться, вообще на своем, на местном уровне тоже, кто такой, что за хозяин, какие права у него существуют. Мы будем разбираться. Что касается храма, он принадлежит государству и является объектом историко-культурного наследия, отметил Цукба. Храм тоже, насколько мы знаем, тоже находится на балансе историко-культурного наследия. Никакой частной руки она никогда не передавалась. Были какие-то разговоры. Вот я тогда был здесь с председателем собрания. Это 2008-е годы, 2007-е годы. Но мы наотрез отказались на своем уровне. Никакой частной руки она не должна попасть. Как сложится судьба наследия некогда влиятельного рода Цанба? Есть ли будущее у этих объектов? Или же прошлое должно остаться в прошлом, так и не раскрыв загадок нашей истории и культуры? Эсма Голанзе, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Абхазская колыбельная щищнани прозвучала в Нагасаке. Композицию исполнил японский оперный певец Масаши Цудзи. Он услышал песню в исполнении Хиблы Герзмава, и она тронула его до глубины души. Масаши нужен был человек в Германии, который помог бы выучить текст на абхазском языке. Он обратился к консулу Абхазии в Великобритании Джорджу Хьюиту, который свел певца с Хиблой Амичевым, полномочным представителем МИДа Абхазии в Германии, и по совместительству композитором. Абхазии в Германии, который интересен, дача лан ипшайд, ба гра чунг ба и романа цинджарах, да бхит япон біз шала. Хареша адруу ипшари роман, этагу б, юнежу иба біз шарах, бра ялупа японии тагаге. Дара дза, иквацан дза, ялси табриятурух, амхаджира, трагедия, дара, иди кулайд, ирикаду, кхтисгэйбш. Саак кууууэд яарласнам, масаши цуудзи, абсинге, иккулара ка хзейджга абха. Дача гангахиала, ха хуу бшууазара, басибшиуу, кхтисгва, хара, яхчухару, дулаква, яхчухару, миладкоргана хара, хгулдура, ана гара, дара дзаг дзаг дуу, яхар дзаг яхя, абриагара, политика, эйбар, Субтитры создавал DimaTorzok На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.